Наследие и подлинность. Архитектурное излишество в одном красивейшем районе на юго-востоке Москвы. После Великой Отечественной войны в 45-м, 49-м, 50-м году Москва временно прекратила строительство высокоэтажных зданий и наконец-то вернулась к малоэтажному строительству. И на окраинах стали появляться очень симпатичные двух-трехэтажные сталинки, которые могут похвастать и неплохим декором, и вниманием к деталям, и большим количеством деревьев вокруг. То есть здесь создавалась человечная, комфортная, неплохая среда, особенно для тех лет, когда страна после всех лишений такое жилье воспринимала действительно как барское и царское. И такие малоэтажные сталинки появлялись в ряде районов, но мало кто вспоминает про район Курьянова, который вот как раз на юго-востоке столицы расположен. Он находится всего лишь в 20 минутах езды на автобусе от станции метро Печатники. Но когда здесь находишься, совершенно пропадает ощущение столичности и как будто ты действительно выбрался далеко-далеко за МКАД. При этом мы пределов московской кольцевой автомобильной дороги не покидали. Деревня Курьянова существует с незапамятных времен. Она в 1926 году, в раннее советское время, насчитывала 108 дворов. Тогда местные жители в основном работали в колхозе, который носил звучное название «Огородный гигант» и специализировался на выращивании огурцов и капусты в последующей их переработке. То есть на выходе мы получали соленые огурцы и квашеную капусту. Затем деревня Курьянова была переселена. Жители переехали, не по своей воле, конечно, внутрь Щербинского экспериментального кольца железной дороги. Так возникла деревня Новокурьянова, которая сейчас административно относится к району Южная Бутово. А на освободившейся лакомой территории власть принялась воплощать довольно грандиозный для своих лет проект. Это сооружение поселка и рядом с ним московской станции аэрации, которая занималась бы сбором и очисткой всех канализационных вод растущей тогда Москвы. Возведение станции началось еще до войны, потом из-за боевых действий прекратилось. Но сюда вновь пришли рабочие в 1947 году и первые блоки станции были открыты и сданы в эксплуатацию в 1950 году. Достраивали станцию аэрации совсем не пленные немцы, как часто думали в Советском Союзе, и позже это были узники ГУЛАГа. Здесь существовал отдельный исправительно-трудовой лагерь Курьяновский, и за 6 лет его существования количество заключенных выросло с 600 человек до 5300. Понятно, что такое исполинское сооружение требовало большого количества кадров, причем квалифицированных, как рабочих, так и инженерных. Тогда в Советском Союзе было понятие бегуны или прыгуны, когда рабочие инженеры с одного завода на другой просто переходили там, где лучше был детский сад или какие-то другие условия. И поэтому профессия санизатора, она же не пользовалась большой популярностью, очереди не стояли, поэтому привлекать приходилось в том числе инфраструктурой и жильем. И для этого рядом со станцией аэрации начали возводить вот такой замечательный малоэтажный поселок. Мы, к сожалению, пока точно не можем сказать, кто занимался проектированием и непосредственно воплощением здесь этого проекта в жизнь, но очень часто называют одного довольно известного архитектора Иннокентия Качакова, который, вероятно, руководил работами. Он закончил в Хутиин, высший художественно-технический институт, занимался озеленением Москвы, работал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, так до начала 50-х годов называли ВДНХ. И помогали ему, скорее всего, архитекторы Бровченко и Бочков. Они были крепкими, хорошими специалистами, которые знали, что такое жилье, но самое главное, что такое идеальный район, потому что мало расставить дома в пространстве, нужно, чтобы это еще работало, играло, как хороший такой вот замечательный организм. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дома в Курьяново, несомненно, можно отнести к высокой и авторской архитектуре. Основной тип жилья здесь – это двухэтажные дома на 4 квартиры. Есть и более поздние варианты на 6,8 квартир. А попадаются абсолютные счастливчики – одноэтажные дома на 2 хозяина. Квартиры, конечно, не королевские по площади. Вот в открытой продаже можно найти двушку площадью 45 квадратных метров. Но понимаете, здесь еще в довесок идет небольшой участочек, где можно хоть картошку выращивать, хоть цветами любоваться. Иметь в Москве несколько десятков квадратных метров с палисадником – это роскошь невероятная. Кстати, домики действительно выглядят то ли как английские, то ли как немецкие, потому что они еще раньше были крыты черепицей. И возникало абсолютное ощущение закрытого заграничного городка. Смотрите, какие палисаднички. Вот этот штакетник аккуратный, мне кажется, стоял здесь и 20, и 30 лет назад. Здесь абсолютно нет глухих заборов, и хотя большой город рядом, кажется, что это такая вот территория абсолютного доверия. И понятно, что кроме жилья здесь заранее проектировали и воплотили в жизнь большое количество инфраструктуры. Здесь у нас несколько магазинов, аптека, детский сад, школа, больница. Так начинал формироваться особый пестрый мир, где всем удобно, где всего хватает. Не зря местные жители называли пространство свое личное городом-садом Курьяновском, где все мечты осуществлены. Вне Москвы Курьянова существовало недолго, то есть его построили в начале 50-х, а в черту города, в административную границу Курьянова загнали уже в 1960 году. Но такие объекты, как станция аэрации и, соответственно, поселок вокруг, считались в Советском Союзе режимными объектами, и поэтому здесь был особый пропускной режим. Все по бумажкам, не могли сюда посторонние люди войти. И вот такой особый, что ли, статус у канализационного поселка был до 1970 года. И только после этого москвичи узнали, что у них здесь существует такая красота. Но вот находясь здесь, даже как-то сердечко бьется умиротвореннее, потому что это очень гармоничное, очень идиллическое место, которое сложно представить в современной Москве. Вообще кажется, что мы далеко за МКАДом, и вот эта гремящая, высотная, бесконечно перестраивающаяся Москва, она ведь на самом деле по соседству. Она по другую сторону улицы. Ее шум иногда долетает, но мы по-прежнему в городе-саде Курьяновске. Представляете, только в Москве 125 районов, и в каждом, даже на окраинах, есть что-то интересное. Если на каждый район потратить по одному дню, то получится такой внутримосковский туризм на несколько лет сразу. И вот сегодня мы гуляем по Курьяново, а это даже не район, это микрорайон внутри района Печатники. Если же вас привлекает атмосфера дальних странствий, то отличным помощником станет сервис Яндекс.Путешествия. Он меня не раз выручал, когда казалось, что в конкретном городе забронировано абсолютно все, вплоть до хостелов. Нужно было найти, например, номер в Петербурге на Майске, или номер в Суздале или Ярославле, чтобы хотя бы пару дней отдохнуть от суеты большого города. И Яндекс.Путешествия всегда помогали. Так что это отличное предложение для тех, кто еще не успел слетать съездить в отпуск или запланировал отдых на осень. У Яндекс.Путешествий максимально удобное и понятное мобильное приложение, как для iOS, так и для Android. Здесь сотни тысяч отелей, их можно отсортировать, отфильтровать по популярности, рейтингу и стоимости. Кроме того, всегда можно прочесть отзывы других гостей. Круглосуточная поддержка 24 на 7 прямо в чате приложения. Возможность оплатить ваш отдых картами любых российских банков. Это отели как в России, так и по миру. И приятный бонус – до 10% кэшбэк, который можно потратить как на ваши будущие поездки и путешествия, так и в других сервисах огромной экосистемы Яндекса. А по промокоду вы получите скидку в 10% на бронирование отеля. Переходите прямо сейчас и бронируйте отель в приложении или на сайте Яндекс.Путешествий. Все необходимые ссылки в описании под видео. Композиционным центром поселка и вообще центром жизни стал местный дом культуры, который называется ДК Аэрации. Архитектурный облик у него таков, что мы как будто попадаем на ВДНХ – выставку достижений народного хозяйства. Такая же пышная, величавая, орнаментальная тенденция все украшать конца 40-х, начало 50-х годов. И еще в этом здании явно читаются такие закавказские архитектурные мотивы. Очень много подобного возводилось в Грузии, в Армении. Тоже, можно сказать, такой кусочек Закавказья в самом центре Москвы. Внутри показывали кино, проводили различные мероприятия. Проектом были предусмотрены и помещения для кружковой работы. К сожалению, недавно при очередном ремонте-реставрации убрали очень красивую надпись «Дом культуры», которая находилась наверху в декоративном круге и очень интересно, так прелестненько смотрелось на старых фотографиях. Ну и еще поставили забор, который вот в подобных поселках-садах совершенно не к месту и наоборот крадет пространство площади. Когда наступили 80-е годы, а с ними перестройка, демократизация, гласность, то очень часто в Москве стали выступать рок-коллективы. И они предпочитали не центральное ДК, где и контроль сильнее, и цензура может действовать, а вот такие небольшие, которые находились на окраинах. И ДК «Аэрации» запомнился тем, что здесь в конце 80-х годов проводились чуть ли не первые в Советском Союзе панковские фестивали. И здесь очень часто выступала ленинградская рок-группа «Автоматические удовлетворители», АУ, во главе со своим бессменным лидером-фронтменом Андреем Свином Пановым. Есть даже такое вот видео, где вместе со своими фанатами Свин сидит на лестнице и распевает песню «Ой да батька атаман», такая вот псевдо-казачья, псевдо-фольклорная, которая специально была написана для репертуара этой группы. Песня «Ой да батька атаман» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь раньше было очень много деталей, например, индекс, который прямо на здании можно было разглядеть, написать письмо, ничего не спрашивать, все было видно издалека. Но пару лет назад была произведена реконструкция, но основные черты здания все равно остались, и можно разглядеть интересные детали. Например, герб СССР образца 1951 года. Почему именно 1951? Потому что здесь на гербе 16 ленточек. Тогда в составе СССР было 16 республик, в том числе и одна из них Карело-Финская СССР. И вот ее упразднили как раз в 1956 году при Хрущеве, и ленточек стало 15. Но здесь, в Курьяново, до сих пор количество ленточек 16. К сожалению, соседнему зданию ГИБДД повезло немножко меньше. Его все-таки зашили в сайдинг, оно сохранило только такую объемно-пространственную композицию, и не может похвастать уже такими артефактами, как соседнее здание почты. Современная Курьянова утопает в цветах и каштанах. Здесь огромное количество слив, яблонь, груш, фруктовых деревьев. И здесь есть отличительная особенность пространства – это переулки. Эти переулки существенно снижают нагрузку на улицы. И самое главное, что это не стихийный элемент пространства. Уже авторы планировки Курьянова заложили вот эти переулки между домами. То есть получился полноценный город-сад, где жители обратили внимание не только на парадную, на фасадную планировку, но и позаботились об удобстве непосредственных обитателей поселка. Такое в советской архитектуре встречается очень редко. Обычно думали только о парадном фасаде, к которому там подъедет вождь, высокая комиссия, герой социалистического труда, кто угодно. А здесь вот действительно все во имя человека, все во благо человека. Именно так создавалось дворово-частное пространство, которого так не хватало в советской архитектуре. Все просматривается и не возникает ощущения, что есть белые пятна или какие-то темные дворы, где как раз может таиться опасность. И это достигается за счет малоэтажной архитектуры, за счет низких заборов, за счет дружелюбной среды. Но опять же, это все архитекторы продумали сверху в начале 50-х годов. Еще в нашем идиллическом поселке есть совершенно чудесная тупиковая улица с миниатюрным разворотным кругом. Наверное, самым маленьким в пределах Москвы. Это как раз третья Курьяновская улица. И здесь находится не просто уютное жилье, а, наверное, самое лучшее не только в Москве, но и в вакууме. Это одноэтажные дома на две квартиры. А про этот разворотный круг не хочется говорить вот даже на нашем языке. Хочется использовать французское слово «кульдесак». Вот такой тоже особенный райончик. А на заднем фоне мы видим голубое здание. Это бывшая станция юных техников. При очистной станции и здесь до начала 90-х годов занимали местных ребятишек. Здесь работали кружки судомодельный, авиамодельный, фото, радио. То есть подростки здесь активно занимались. Сейчас, конечно, такого не хватает. И вот советское «Курьянова» его можно обойти за 5-7-10 минут, но все равно вариантов досуга масса. Хочешь иди слушай панков, хочешь иди, не знаю, строй модели аэропланов на станцию юных техников. У российского жилья всегда была одна проблема. Вроде бы достаточное количество квадратных метров, но вещи хранить негде. Речь идет не только о гардеробных, которые появились недавно, но о простейших каких-то кладовках. А в «Курьянова» все решили очень интеллигентно и централизованно. В домах более поздней постройки, 50-х годов, здесь помещения для хранения вещей вынесены в отдельные сараи, которые являются элементами двора. Но, опять же, это не дядя Вася, который там из стройматериалов случайно все это возвел. Это решение проектировщиков. Эти сараи тоже высокая архитектура. Они разделены на отдельные секции. Секция – семья, то есть никакие соседи к вам заглядывать не будут. Тут же дети играют, тут же белье сушится. У сараев два яруса. Нижний ярус – подвал для хранения тех же домашних заготовок, овощей, картошки, чего-то еще, что можно заготовить на несколько месяцев. А в верхнем ярусе аккуратно полочки расположены. Так что в Курьяново даже к такому вопросу, который нечасто возникал у отечественных проектировщиков, как человек будет хранить свои пожитки, излишки, подошли строго и эту проблему решили. Курьяново Уникальность Курьянова не скрылась, понятное дело, и от кинематографистов, потому что практически в центре Москвы иметь вот такой поселок, застрявший, застывший в хорошем смысле во времени, это дорогого стоит. Поэтому здесь снималось большое количество российских кинокартин уже начала нулевых, десятых годов. Здесь снимали «Бумер», здесь снимали «Побег», здесь снимали «Антикиллер» и, мы уверены, десятки других фильмов и сериалов. В Курьянова бывал даже Харрисон Форд, когда он снимался в роли капитана советской подводной лодки К-19 в одноименном фильме. И Курьянова в начале фильма играла роль Североморска, а в конце фильма было обычным московским районом. И про Харрисона Форда писали «Русскую часть съемочной группы поразила, что звезда мирового кино ни разу ни на кого не повысил голоса даже тогда, когда в его трейлере отключилось отопление. Индиана Джонс в футболке, вышел на мороз и терпеливо дожидался, пока неполадку исправят». Так что Курьянова известно далеко за пределами Российской Федерации. Экологическое состояние местности и близость станции аэрации все-таки играют свою роль, и большое количество журналистов, экспертов постоянно составляют списки, рейтинги, топы, где Курьянова отправляется в список худших районов Москвы. Может, мне очень сильно повезло, но я в Курьянова бывал, наверное, полтора десятка раз, и за эти несколько лет я какого-то особенного запаха, флора не почувствовал. Абсолютный прекрасный зеленый район. Старожилы говорят и пишут на форумах, что после реконструкции очистных сооружений запах действительно улетучился, если там что-то и существует, то на грани уловимости. В общем, ничего такого сверхэкологически неприемлемого мы здесь не обнаружили. А с другой стороны, экологические маркеры в Курьянова – это такой оберег от чужаков. Сюда просто не приезжают те, кто не готов оценить уникальность этой действительно волшебной территории. Время уютных сельских магазинов прошло. Сюда пришли агрессивные сетевые супермаркеты и пришли очень заметно. Иначе зачем изменять облик оригинального прекрасного здания начала 50-х годов и зашить нашим столь горячо любимым вентфасадом. И, например, серый куб пятерочки абсолютно стандартный никак не выдает ранее существовавший здесь позднесоветский, по-своему стильный стеклянный продуктовый магазин. С другой стороны, есть и совсем редкие артефакты, даже по меркам Курьянова. Например, за моей спиной во дворе прячется оригинальная фонарная пора, которая здесь находится с 1950-х годов. И с тех пор ее никто не трогал. Представляете, раньше такими фонарями интересной такой ландышевидной формы был усеян весь район, а сейчас можно найти, наверное, разве одну. И вот мы вроде бы научились сохранять дома, но при этом вот такие интересные элементы, как фонари, ручки, там, я не знаю, элементы подъездов, они уходят, они уничтожаются. И очень хочется, чтобы этот фонарь тоже не пропал при очередном благоустройстве. Все хорошее когда-нибудь кончается. Золотой век Курьянова продолжался, пока шло строительство низкоэтажных коттеджей и маленьких домиков до конца 1950-х годов. А потом уже освоили строительство пятиэтажек, как кирпичных, так и панельных. Например, здесь есть укороченная девятиэтажка. То есть это пятиэтажка, которая построена по проекту типового девятиэтажного дома. Выглядит крайне необычно, как такая перегоревшая укороченная свечка. Таких домов по всей Москве построили всего лишь пять, и из этих пяти домов два расположены в Курьянова. Курьянова очень невелико по размерам, здесь все друг друга знают, но при этом даже у такого небольшого района есть свой собственный парк. Но здесь есть и заброшенная своего рода достопримечательность. Раньше вот эта небольшая железная дорога снабжала саму станцию химикатами и другими веществами, которые необходимы для ее работы. А совсем в углу парка находится бывший физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, который тоже относился к Курьяновской станции аэрации. В этом здании, которое сейчас зашито сайдингом, трудно рассмотреть вообще какую-то архитектурную мысль и признать его достопримечательностью. Но тем не менее, когда-то это было очень эффектное, позднесоветское, бруталистское здание, которое построили в 1988 году. И представляете, какая здесь могла быть замечательная архитектурная композиция? Вот такое столкновение в пространстве аккуратного города 50-х годов и модернизма 80-х. Но, к сожалению, все это наглухо зашили, и сейчас это, к сожалению, никакого уже интереса не вызывает. Кроме досады здесь ничего не испытываешь, но сайдинг всегда можно снять, это радует. А над всем этим пространством возвышается очень изящная, по-своему интересная водонапорная башня. Она была построена в то же время, что и поселок Курьяново. Декор этой башни не чрезмерен, он не такой увлекающийся, как часто можно сказать о псевдоготических зданиях сталинских лет. Не избыточен. На сегодняшний день на Курьяновской станции аэрации работает больше тысячи человек. Все ли из них живут в самом микрорайоне Курьянова? Да нет, конечно, большинство приезжают на работу из Большой Москвы. За те 70-80 лет, которые уже прошли с момента основания поселка при станции аэрации, здесь состав жильцов уже довольно сильно размылся. Но, конечно, рабочие династии еще существуют. Найдутся люди, которые работают на станции аэрации, и при этом в третьем поколении живут в тех самых коттеджах, которые строили для первых работников. Кстати, на саму станцию аэрации вполне себе можно попасть. Водоканал московский достаточно часто проводят экскурсии. Когда-то район отличался крайней географической изолированностью. Здесь Москва-река делает излучину, и поэтому добраться в Курьянова можно было либо по железной дороге, либо по автомобильной трассе, которая идет от метро Печатники. Все равно довольно далеко. Такое своеобразное ощущение полуострова. Это и обеспечивало сохранность атмосферы, как будто ты действительно находишься в идеальном чистом городке 50-60-х годов прошлого века. Но в последние годы ситуация стремительно меняется, потому что через Курьянова пройдет очень шумная автомагистраль, юго-восточная Хорда, и тихо здесь уже не будет. И первые изменения, к худшему, наверное, уже начались, потому что рядом с таким большим агрессивным городом тихий, уже сложившийся, устоявшийся уклад просто существовать не может. Он будет разрушен. И хотя новая станция МЦД Курьянова сделала район немножко доступнее, все-таки, например, вырубили Каштановую аллею, которая отделяла железную дорогу от жилой застройки. Снесли, хотя и долго за них боролись, несколько домов на 1-й Курьяновской улице. И понятно, что соседство с 8-м полосным шоссе очень круто изменит курьяновскую жизнь. Здесь рядом намечено еще открытие станции метро, строительство нескольких многоэтажных жилых комплексов. Поэтому, если вы хотите увидеть Курьянова пока еще в относительно первозданном виде, который столь полюбился киношникам, спешите, приезжайте сюда на такую вот личную персональную экскурсию. Конечно, пока Курьянова не стала таким вот центром внутри московского туризма, но это идеальный вариант для тех, кто хочет выбраться куда-нибудь на выходные, при этом не покидая пределов МКАДа. Здесь можно ощутить совершенно иной бег времени, насладиться низкоэтажной застройкой, погулять с чашечкой кофе. Правда, кофе, вероятно, придется все-таки взять в другом районе. Это такой своеобразный эскапизм. Не верится, что это Москва, потому что город зачастую не дает нам времени остановиться и добавить в нашу жизнь каплю размеренности. Приезжайте в Курьянова, это стоит того. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok